Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет о победителе. Героическая жизнь Ледакова Красин. Это изумительная книжка для детей. И не просто потому, что Алексей Григорьев, автор текста и автор иллюстрации, это замечательный художник, как никто, тонко чувствующий север, льды, холод. Вот весь тот особый мир, который очень нужен нашей стране, потому что у нас, извините, часть территории значительная находится именно там, по берегам северных морей. И вот познавательная концепция этой книжки мне очень близка. Ведь можно было бы написать великолепную книгу «Победитель» о любом из военных кораблей. Благо, хватает у нас доблестных крейсеров, хватило места и для подвигов, бессмертных подвигов погибших моряков. Но важно то, что эта книга о ледоколе, о том, кто помогает пройти северным путем кораблям, везущим пищу, материалы, а зачастую просто спасает тех людей, которые оказались там, где не должны были оказаться. И вот ледокол с гордым именем Красин, который изначально был в Святогор, а построен вообще был в Нью-Касле, в Англии. Соответственно, этот ледокол имел очень сложную судьбу. Ее перипетии я только начал намечать. Во-первых, кто такой Красин? Естественно, многие взрослые читатели не знают об этом, а уж о детях и говорить нечего. Это был полпред Советской России, молодого Советского государства в Англии, который уговорил англичан получить оплату недовыплаченного за постройку Святогора царским правительством долга и отдать, передать ледокол Советской Республике. Значит, в честь его был переименован Святогор, но это не важно, потому что он под любым именем был совершенно героическим кораблем. И завершение жизни вовсе не на верфях, разобранном, распиленном на металлолом. Завершение жизни ждал удивительно этот ледокол. Он стал ледоколом музеем. В Питере он был пришвартован в 90-х годах, можно было посетить экскурсии. Совсем недавно в Новороссийске я был в качестве экскурсанта на большом военном корабле. Там есть огромный корабль, который можно посетить. Незабываемое впечатление производит эта машина на сухопутного человека, который в короткой экскурсии несколько краешком глаза посмотрит ее особенности. Во-первых, представьте себе плавучий десятиэтажный дом. И огромный, обширный, в котором было абсолютно все. От больницы до сапожной мастерской. От собственной типографии, собственной газеты до тюремных камер. И я уже не говорю о кухне и так далее. Это был гигантский мир, который отличался от остальных кораблей советского флота, флота Советской Армии удивительным свойством, удивительной оценкой. Она мне запомнилась прямо с экскурсией, наверное, на всю жизнь. За все время эксплуатации, за несколько десятилетий, ни один матрос не погиб во время службы на этом корабле. Ни несчастных случаев, ни трагедии в море, ни гибели во время военных и учебно-военных операций. Это прекрасно. Это говорит о высочайшей дисциплине, о постановке дела, которую не знала Москова. Ну ладно, это к слову. Вы идите в Новороссийске, непременно, даже будучи сугубо мирным человеком, гражданским и абсолютно сухопутным, как я, выросшим всеми корнями. Обязательно сходите на эту экскурсию. Это очень интересно. Так вот, Алексей Григорьев, он всю жизнь рисует море. Он рисует все, что связано с морем. И на его иллюстрациях мы видим потрясающее разнообразие пейзажей, такой однообразной на взгляд южного человека местности. Я, собственно говоря, для всех, кто живет южнее Москвы, окажусь северянином. Я из Вологды. Это довольно северная часть нашей страны. Но, тем не менее, это далеко от Белого моря, достаточно далеко от Архангельска. И я не могу сказать, что я на эти льты, сопки белых медведей насмотрелся. Нет, конечно. И медведей белых я видел только в зоопарке. Но что бы ни рисовал Григорьев, как бы он ни иллюстрировал свою научно-популярную книгу, он прежде всего наполняет каждую иллюстрацию действием. Там постоянно что-то происходит, там постоянно совершается подвиг или какое-то другое событие, которое... Вот здесь вот трагедия гражданской войны, здесь есть глава, посвященная этому. Есть и затопление, есть и спасение застрявших во льдах судов. Одна из центральных историй, рассказанных в книге, это спасение знаменитого дирижабля Италия, который упал во льдах, произошло страшное крушение. И как бы Красин участвовал в спасении. Это, конечно, очень благородно и очень... Святогорно еще так называлось. Очень благородно, очень важно и чрезвычайно почетно. Такими миссиями, конечно, может гордиться флот любой северной страны. Кстати, о северных странах. Вот если вы будете читать историю Ледокова, то перед этим вы столкнетесь с небольшой водной главкой, где как раз и рассказано о том, как прихотлива была судьба Ледокова от Нью-Касла до полярного конвоя РКУ-15, знаменитого. И не только в годы Великой Отечественной войны Ледоков очень много героического совершил. А дальше есть две страницы, которые чрезвычайно важны для современного ребенка. Вот это должно быть в любой научно-популярной книге, потому что вместо шапошного патриотизма это ответы на конкретные вопросы. Что такое паровой ледокол? С кем он бьется? Как ледокол побеждает льды? А могут ли льды раздавить ледокол? Как ледокол освободится от такого ледового плена? Может ли лед потопить ледокол? Что умеет делать ледокол? Откуда берут силы паровые ледоколы? А дальше, значит, для чего Россия и морской путь в Арктике? Вот в этих двух страницах, для чего Россия и морской путь в Арктике, и как русские богатыри пришли на север, содержится очень важная информация, потому что для нас это жизненно важно. И если мы за своей сухопутной суетой забываем о том, что у нас есть северный ледовый путь, который нам очень нужен, то, по крайней мере, детям надо это вовремя объяснить, чтобы не было потом, скажем так, экзотических точек зрения на территориальные споры, особенно касающиеся морских и северных вод и так далее. Как устроен Светогор? Вы видите, значит, я уже показывал эту картинку, здесь довольно подробно все рассказано, и хотя никаких специальных тонких технических знаний книга не дает, она рассчитана на младший школьный возраст, все понятно, все доступно, все нормально. Тем не менее, есть и удивительные цифры, которые показывают соотношение эффективности этой машины, есть и интересные описания, которые технику, собственно, всего этого рассказывают. Вообще, книга довольно, скажем так, гуманно рассказывает и о событиях Гражданской войны, и о событиях Великой Отечественной, и даже об очень неприятных, очень трагичных событиях, да. Вот, смерть Маймгрена, да, это знаменитый, знаменитейший эпизод, да, когда, вот знаете, много фильмов сейчас снято, триллеров на этот сюжет, когда в замкнутом пространстве несколько человек вынуждены решать, кому пожертвовать жизнью, или вынуждены смотреть, как один из членов этой импровизированной команды жертвует жизнью, потому что он, значит, неизлечимо болен или травмирован и так далее. Вот, Маймгрен именно так и замерз в Альдах, вот, с ужасающими подробностями, да, о том, как он написал завещание, о том, как просил, сам просил товарища оставить его в Альдах, поделился с ними теплой одеждой, потому что он понимал, что с его травмами он не дойдет до обитаемой земли, вот, значит, выдолбили ему яму во льду, чтобы его не заметил на ровной поверхности белого медведя, чтобы он не был съеден заживо, и оставили его замерзать. Вот, это, конечно, трагедия, да, такими трагедиями Север обилен, но именно человеческий гений, именно слаженные действия людей, которые умудряются делать невероятные вещи. Вы хорошо себе представляете, что такое посадка самолета на лед. Это надо, вот, если вдуматься, это полное сумасшествие со стороны всех участников этого действия, потому что лед, это не ледное поле, это не какие-нибудь соляные озера, да, знаменитые американские, с гладкой поверхностью. Это торосы, это ямы, это трещины, присыпанные снегом, снежной перемычкой, по которой даже человек может пройти, если будет проверять поле. А вот шасси самолета точно продавит этот снежный мост, да, значит, из-за единевшего снега, да, и провалится туда, и, конечно, катастрофа случится. Это огромные сложности, которые на этом белом пространстве, да, совершенно не расчерченном никак, невозможно преодолеть навигатор, ведь ему нужно зайти на посадку очень точно, отрегулировав высоту и направление, да, чтобы на расчищенный участок сесть. А как это сделать, когда кругом белым-бело ориентиров практически нету? Вот, показаны, значит, ориентиры, эти дымные костры, бочки, значит, соляркой, которые отмечали границы посадки, да, посадочной полосы. Так и спасали, собственно говоря, ледовые экспедиции, да, и здесь многочисленные отсылки к другим эпизодам, славным эпизодам истории поколения Арктики, да, и к Челюскинскому, и не только, да. Но вот Красин, он именно тем и хорош, что это именно творение человеческого разума, да, человеческого гения, предназначенное для преодоления, казалось бы, непреодолимых природных вещей. Я недаром перечислял название главок по поводу льда, потому что человеку сухопутному довольно сложно представить, насколько это сложная задача, да, пройти во льдах и зачем это делать, да. А человеку, живущему за полярным кругом, наоборот, очень удивительно, что кто-то не понимает, что такое навигация. И когда она заканчивается, это кранты. Если у вас на поселок или на город, или на ПГТ, поселок городского типа, не завезены продукты, солярка, значит, теплые вещи и так далее, то, в общем-то, это ЧП федерального масштаба. Вот. И, конечно, ледокол, это жизненно необходимая вещь, потому что во льдах только он и может провести караван судов. Вот. А, значит, в целом эта книга, она под эгидой российского географического общества издана совершенно не зря. Она рассказывает о географии, о природном богатстве нашей страны через подвиг тех, кто это осваивал. Это очень правильный подход, это очень правильная позиция. Как раз вот без шабочного патриотизма, но с глубоким знанием дела. Потому что показать так, с такой любовью все эти события, с таким вниманием к деталям, да, ко всем, так обо всем об этом рассказать, это лучшее, что можно сделать для ребенка, чтобы он действительно оценил происходящее по-настоящему. Жалко, что такой книги у меня не было в детстве. Может быть, немножечко по-другому сложилось бы мое отношение. Я бы все-таки где-нибудь, да побывал бы на севере, да. Мне так и не довелось нигде побывать, но еще обязательно съезжу. Особенно благодаря таким книгам. Потому что это действительно очень-очень внушающая вещь, даже взрослому читателю. Итак, читайте, наслаждайтесь. Значит, издательство Паульсон. Алексей Григорьев, победитель, героическая жизнь ледокола Красин. Напоминаю, что этот ледокол, он ледокол-музей, да. И вот эта книга, она служит прекрасным подспорьем при любой экскурсии, там, не знаю, где бы вы ни бывали. На любом, на подводной лодке, на Авроре, где угодно, да. Потому что она показывает сам мир, человеческий мир в окружении воды, в окружении природной стихии, в окружении, значит, вот этого географического необъятного пространства. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь.